всем привет с вами александр чеплинский и сегодня мы рассмотрим как организовывать ваш проект adobe premiere как выбирать правильные настройки для сиквенса и поговорим о размере кадра и частоте кадра в вашем видео поехали создадим новый проект назову его lesson 2 никаких настроек здесь как и прежде не меняем и мы находимся на вкладке editing нашего нового проекта для того чтобы организовать файлы проекта я перейду в assembly здесь мы видим файлы нашего проекта здесь пока ничего нет поэтому можем импортировать файлы примере есть несколько способов как это можно сделать можно напрямую перетащить файлы допустим из finder а сюда можно сделать дабл клик откроется вот такое вот окно где можно тоже выбрать файлы для импорта я предлагаю все файлы которые вам будут необходимы в проекте складывать сразу в одну папку которую по возможности можно даже хранить на внешнем жестком диске таким образом вы не будете завязаны на разные файлы которого с разбросаны по компьютеру и сможете работать в теории с разных машин потому что все нужно у вас находится на внешнем диске вы просто подключили и можете работать в случае если вы используете видео из одной папки не знаю аудио из папки music какие-нибудь еще там картинки вообще из загрузок до который вы скачали из интернета это все будет проиндексировано в проекте и если вы что-то переместите или удалите при запуске проекта вам скажут пример скажут что какие-то файлы не найдены можем продолжить без них можем пробовать их найти это на самом деле очень такая процедура не не очень приятная поиска файлов поэтому лучше сразу все хранить в одной папке я сделаю импорт моей папке footage занимает какое-то время при этом у меня здесь попали и видеоролики и аудио для аудио я создаю отдельный бин music перетаскивает а туда вот еще я создаю assets сюда в теории могут пойти разные титры картинки и собственно сам секвенс эти видео у меня с gopro в теории если у вас есть еще footage из других камер то их можно тоже разложить по разным камерам чтобы вы знали где искать что в этих камер могут быть еще разные настройки и это нас приводит и это нас приводит к разговору о настройках видео да если мы кликнем на какой-либо из файлов и посмотрим на метадата включим метадату то здесь мы видим frame rate 29.97 кадров в секунду мы видим собственно duration продолжить у нас видео размер кадра и аудио информации вот это по сути основные настройки на которые нужно обращать внимание и так для нашего проекта это все файлы это будет просто супер короткое видео для наглядности чтобы дать понять как это все происходит теперь я иду в workspace editing и мы видим что проект теперь у меня вот здесь внизу здесь мы имеем эффект контролы которые пока в этом уроке нам не понадобится основной монтаж происходит вот здесь в timeline вот и мы видим что timeline пишет нам что но у секунс из нету секвенции которую нам нужно собственно создать секвенция это такой себе контейнер для ваших клипов для ваших роликов которые имеют собственные настройки их может быть в проекте сколько угодно много да то есть можно создать секвенс 1 секвенс 2 может могут быть еще вложенные секвенсы о чем поговорим позже по сути секвенс это то что вы будете экспортировать как финальное видео то есть сколько у вас ваши клипы могут быть разных форматов разных размеров кадр может быть то секвенс это то что их объединяет и задает какой-то общий формат кадра и фреймрейт для экспорта поэтому очень важно понимать какое видео на выходе вы хотите получить да должно быть это hd 1080 или 720 должен быть это 4к допустим видео и нужно понимать что снимает ваша камера да и сколько в каком формате вы хотите сделать из обычных 1080 роликов 4к видео то ну в теории это получится но качество будет далеко не лучше то есть она просто растянет ваши тысячу пикселей да на или 2000 пикселей на 4 и по сути вы будете видеть ужасное качество поэтому нужно понимать что если вот сейчас моё гоупро видео это 1920 на 1080 29 кадров в секунду то по сути такую же такой же секвенс я и хочу создать для этого я иду новый слой секвенс и появляется такое окошко нового секвенса которая предлагает мне несколько пресетов на самом деле тяжело новичку разобраться и понять что конкретно нужно но как я уже сказал что основной это фрейм сайз и фреймрейт я уже знаю что для гопро видео подойдут настройки для камеры red при этом смотрите есть разный фреймрейт 23 и 9 24 25 кадров и 29 кадров моя камера снимая 29 97 поэтому я собственно и выбираю такие вот настройки для секунса вот мы теперь видим что появился у меня секунс 01 при желании я его могу переименовать назову его клип 01 и как мы видим здесь появилось 4 аудио дорожки и 3 видео дорожки сути это нужно для того чтобы мы могли допустим на одну дорожку положить и видео на вторую дорожку положить это редактирующие слои и возможно какие-то еще титры вот ну и точно также с аудио мы можем иметь несколько аудио дорожек проигрываемых одновременно и в следующем видео я покажу вам как работать с таймлайном как добавлять клипы обрезать выбирать конкретные моменты которые вы хотите добавить а пока подписывайтесь на канал следите за обновлениями ставьте лайки если вам понравилось это видео спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке